Попробуем тогда начать. Ну, и так, вчера было в лекции об одной важной идее гештальтерапии, а именно об идее интереса. О том, что если следовать за интересом, то, в общем, можно существовать с меньшими напряжениями, чем если следовать за тем, что я каким-то образом решаю, что для меня является важным. То есть, если я следую за естественным интересом, если у меня есть естественное сосредоточение, то в этом смысле мне не нужно тогда... Не слышно? Не слышно? Не двигайтесь. Плохо дело. Ближе. Что же нам из тени вылезать? Раньше слышно, да? Всем выйти из тени. Мы думаем, как это... Попробуем, попробуем. Ой, спасибо. Да, двигайся. Двигайся, дайчик. Вот. Ну, прям совсем. Просто чуть-чуть на другую. Видно, да. Ну, что? Двигаться... Все нормально. Так ближе оказывается. Ладно. Вот. Да, ну, вчера я на Солнце был, теперь вы в основном на Солнце, оказывается. Вот плохо дело. Ну, ладно. Как-нибудь. Вот. Ну, про естественное сосредоточение речь. То есть, про то, что есть какой-то естественный путь, в котором мы обнаруживаем свой интерес. И вот, если мы следуем этому естественному пути сосредоточения, то тогда в результате у нас гораздо меньше нужно напрягаться. Ну, потому что нам не нужно оттормаживать всякие дополнительные репульсы, которые связаны со всякими интересами другими. Другая важная идея гештальт-терапии, которая была, это то, что психика, вообще говоря, образуется у организма. И, мало того, она образуется как одна из приспособительных систем. То есть, в этом смысле, посредством психики человек адаптируется и живет во всяких малопригодных для жизни местах. Что мы на себе очень хорошо понимаем. Когда там шесть месяцев вообще зима или какие-то, в общем, невзгоды, нормальные бы обезьяны, конечно, по-другому. Ну, не стали бы тут жить, не смогли бы. А люди вот приспосабливаются. Благодаря чему? Благодаря тому, что есть этот вот удивительный приспособительный механизм психика. Так вот, эта психика, она вырабатывается у организма и, соответственно, и сделана по принципу организма. А какой базовый принцип организма? Вот, естественно, интерес как раз. Пришел. Пришел, ага. А вот. Да. Вот. Ну, самый основной базовый принцип организма – это принцип обмена с окружающей средой. То есть, то, что у нас есть организм и есть окружающая среда. И, соответственно, из этой окружающей среды мы получаем что-то, что для нас важно. И что-то, что нам не нужно, то отдаем в эту окружающую среду. Вот и все. И это некоторая функция обмена, которая осуществляется, понятное дело, на границе организма. А граница организма – оно такое место, за которым с одной стороны находится не мое, а с другой стороны находится мое. То, что принадлежит мне. Ну, и вот у нас есть, соответственно, границы физического организма. Есть границы социального организма. Потому что много чего мы еще считаем своим. И в этом смысле переживаем вполне как боль утраты. Например, если что-нибудь потерял, что важное для себя. Ну, не знаю, пошел купаться, потерял штаны. Вот, значит, больно как-то. Потому что это такая, ну, важная часть организма. Без нее организм чувствует себя как-то, ну, не вполне целостно. Вот. Ну, и, соответственно, мы должны что-то получать из этой окружающей среды, что-то в нее выдавать. Для того, чтобы это происходило, существуют вот эти самые циклы контакта. То есть, первоначальным циклом контакта считался полный цикл. То есть, который включал в себя как бы и получение чего-то, и выделение. Ну, мне кажется, что правильнее говорить о поглотительном цикле и выделительном цикле. Потому что в одном случае, соответственно, это одна форма возбуждения, одна форма тревоги. Которая связана, скорее, с голодом и одним вариантом. Ну, голод, злость и так далее. И другая связана, соответственно, с другим. То есть, с тем, что у нас внутри возникает некоторое напряжение, что нам нужно от чего-то все-таки отделаться. То есть, чего-то оказывается слишком много уже в этом организме, слишком много с собой таскать. Слишком уж он как-то разбух, скажем так. Вот. И, соответственно, это тогда другой цикл контакта. Понятное дело, что во многом это зависит от тех отношений, которые устанавливаются, происходят между организмом и окружающей средой. То есть, окружающая среда может быть вполне благоприятна. Так что я могу вообще не очень заботиться о том, чтобы нужное что-то получать. Потому что этого нужного в этой окружающей среде полным-полно. Я могу начать беспокоиться только, когда эта окружающая среда как-то истощится. Ну вот, например, если я привык получать информацию из окружающей среды, из интернета, то вот интернет ухудшается, я чувствую себя как-то нехорошо. То есть, у меня истощается вот эта внешняя, окружающая среда. Восстановили и какую-то насыщенность ее. Все в порядке. Я опять могу не париться. Вот. На эту тему. Либо эта среда может быть достаточно суровой, бедной, требующей, ну, больших приспособительных каких-то реакций и так далее. Ну, достаточно, например, сказать, что в том месте, где, в общем, зарождалась вот эта греческая цивилизация, от которой, в общем, во многом дала культуру обращения многим другим. Ну, например, умереть от переохлаждения было сложно. От перегрева, в общем, тоже довольно сложно. Можно, но сложно тоже. То есть, в общем, это нужно специально искать места. А, скажем, зима в наших широтах, ну, это такое спокойное время. Вот смерть-то, она рядом лежит, белая. Выпил, плюхнулся, замерз. Вот и все, собственно. Ничего придумывать не надо. То есть, среда весьма и весьма недружелюбна в этот момент. Дальше. Среда может быть какой-то простой. Ну, типа того, что пришел на завтрак, дают то, что называется еда. Выбор может быть только есть, не есть или есть отчасти. Вот. А может быть очень сложное. Когда приходишь и, значит, там меню и такие, и такие, и таким способом, и то, и все, и пятое, и десятое. Вот. И уже тогда мучаешься от другого, от выбора. Это очень знакомо тем, кто привык удерживать свои выборы с тем, чтобы дать возможность выбору клиента, терапевтам. Потому что, когда группа терапевтов приходит в ресторан, то в среднем заказ вот у них больше занимает времени, чем у нормальных людей. Потому что люди привыкли, психотерапевты привыкли свои выборы-то оттормаживать. Вот. И поэтому это обычно долгая и мучительная процедура согласования, что же все-таки заказать. Причем, как правило, в результате половина заказывает что-то не то, что хотели. Вот. Потом какие-то обмены происходят. В общем, ну, не знаю. Марокко. Марокко, точно. Вот. Ну, опять-таки, среда может быть весьма конкурирующая за наше внимание. И это еще одна сложность тоже, которой не было, скажем, в советские времена. Ну, потому что тоже, ну, было какое-то количество товаров. Но их не было очень много. И они так не боролись за наше внимание. Вот. Сейчас, соответственно, ну, в нормальном гипермаркете приходишь, а там все полки заставлены. И вот все конкурирует. Если нет четкого плана, заранее выработанного, чего покупаешь, то всегда накупишь что-нибудь лишнего. Да, собственно, даже если есть этот план, обязательно какую-нибудь дрянь хоть одну да прихватишь. Потому что она как бы пробьется через вот эти все защиты и фильтры. И все-таки как-то подумаешь, а может, это и стоит взять еще. А вот еще и это, ладно. Вот. Так что среда бывает весьма-весьма такой в позитивном смысле активной, борющейся за наше внимание. То же самое бывает и с внутренней средой. То есть она бывает достаточно, ну как, простой, да, вот, несколько осложненной, сильно осложненной и так далее. Ну, например, если у вас в номере есть туалет и умывальник, это один процесс. Если его нужно искать снаружи, это уже другой процесс. Если его нужно искать далеко и в одном месте умывальника, а в другом туалет, это третий процесс, еще более сложный. То есть, в общем, выделительный цикл тоже может быть несколько осложнен. Особенно, ну, учитывая такую, как бы, нашу культуру славянскую, такую негативно-анальную. То есть, которая связана с тем, что мусор везде, порядок особенно не соблюдается. И в то же время туалет – это такое место, которое, вот, позволяет, как бы, как бы это сказать, ну, подталкивает людей к разным формам самовыражения, что приводит к быстрому разрушению туалетов и их пачканию. Вот. То есть, в этом смысле это такая, ну, негативно-анальная культура, когда, в общем, ну, как бы, все замусоривается очень сильно. И в этом смысле оппозиционно всегда приводит в пример немецкую культуру, как такая противоположность позитивно-анальная. То есть, когда, наоборот, этому уделяется очень много внимания, вот, основной юмор вокруг этого и так далее, и так далее. То есть, масса всего. Ну, это так. То есть, русский чек, то все это у свободы самовыражения. Да, да, да. Ну, это же, это же естественно, потому что, в принципе, то, что касается, ну, вот этой вот анальности, это и есть творческий процесс, первичный творческий процесс. Поэтому, когда, в общем, человек приучает к чистоплотности, то в результате этого останавливают его творческие процессы. И в этом смысле, когда вы беретесь там, я не знаю, и вам пришло в голову, ну, что-то зарифмовалось, какой-то стих, а написать стыдно. Вот это стыд именно тот же, анальный. Или, скажем, взять там, какой-нибудь, что-нибудь нарисовать тоже. Это тоже, на самом деле, тот же анальный стыд. И поэтому тут имеет смысл обращаться осторожно, потому что творчество – это вот близкие процессы. Вот. Ну, ладно. Это все некоторые отвлечения. А вернемся-таки к вопросу про организм и границу контакта. Соответственно, граница контакта у нас есть физическая. И понятное дело, что физический организм защищен кожей там, соответственно, и всякими процессами, которые вокруг этого происходят. Вот там, например, если что-то пугает или не нравится, там типа шерсть дыбом встает, ну и так далее. Вот. С одной стороны. С другой стороны, организм психический защищен вот этой самой границей контакта. Граница контакта, которая в основном всегда находится в таком расслабленном состоянии. Потому что большинство наших контактных границ, в общем, мы не очень осознаем. Да это и не нужно. Их слишком много. Наша граница контакта, например, как граница контакта, ну, моя, как лектора, с вами, как слушателями, в общем, она сейчас присутствует, но осознается только в том случае, если вы не слышите, что я говорю, например, вот, или я там начинаю говорить какие-то вещи, которые совсем являются непонятными, или перехожу на какой-нибудь этот самый язык, который не очень понятен, слишком, ну, не знаю, не объясняя какие-то понятия, которые употребляются. Вот. А так, в общем, она существует, как некоторое такое автоматическое явление, потому что я прочитал много лекций. Но, если лекцию читает человек первый раз или имеет меньший опыт чтения лекций, то для него эта граница вполне существенна. И он гораздо больше будет уделять внимание тому, чтобы, ну, стараться сказать более понятно, следить одновременно и за громкостью, и за содержанием, да еще пытаться это красиво выстроить, потом, значит, смущаться, когда употреблять слова «паразиты», и так далее, и так далее. В общем, масса-масса всяких может быть сложностей. Вот. Спасибо. Пожалуйста. Вот. То есть на границе контакта у нас возникают сложности, ну, только в тот момент, когда она является рабочей. А, в общем, чаще всего граница контакта у нас, слава богу, находится в состоянии покоя или в состоянии конфлюенции. То есть когда я, в общем, могу особенно не замечать, ну, особенно не замечать, например, границу между моей кожей и одеждой. Ну, до какой степени? Ну, до той степени, когда, например, не знаю, я там обжег на солнце, получил солнечный ожог, только вот тогда уже для меня вот это там погрубее, там ткань будет, а это, наоборот, помягче. В общем, я начинаю замечать то, что обычно не замечается. И это относится к основному количеству границ. То есть все они находятся, в общем, в состоянии конфлюенции. И это наилучшее состояние. Потому что психика – это приспособительный механизм, еще раз, вот, как я говорю. А, в общем, если есть возможность не использовать приспособительные механизмы, только, ну, его использовать. В общем, как это, ну, это вполне по-буддистски. Жизнь – это страдания в этом смысле. Ну, а так, если ты не очень различаешь, где жизнь, где смерть, ну, в общем, и особых мучений никаких на эту тему нет. А проблемы начинаются, как только возникает вот это развлечение. Я, не я, жизнь, смерть, еще что-то. То есть возникает некоторая разница. Вот. И эта разница, она другими словами может описываться как конфликт. То есть конфликт между одним и другим, конфликт между внутренним и внешним. Ну, между температурой, например, моей внутри и температурой моря. Ну, годится ли там купаться или нет. Теплое или холодное. Кто к какой температуре привык. Кто-то, значит, соответственно, привык к тому, что нормальный организм – это все выдерживает, и это вообще тепло. А кто-то привык к тому, что купаться надо, когда температура воды выше 26 градусов. Как же? Меньше-то это холодно, да? Вот. И в результате для одних это все прекрасно, для других, оказывается, нет, не годится. Вот. А третьи привыкли купаться, если больше плюс 10, уже вообще все отлично. Вот. Для них просто никаких проблем нет. То есть, в этом смысле еще есть некоторая особенность того, как мы с этими конфликтами обходимся. И как мы их, в общем-то, воспроизводим. Это бывает очень часто, ну, например, когда люди пытаются жить вместе. Вот. Почему-то это сразу называется семья. Я с этим не согласен. Это просто героическая попытка двух организмов сосуществовать вместе. И вот то, что для одного организма может быть совершенный кустяк, для другого вообще дикая трагедия. Потому что в той среде, в которой этот человек жил, вот такие вещи, это недопустимо. А наоборот, другие, ну, не просто допустимо, это обычные явления. Ну, то есть, причем самого разного образца, как в сторону плюс, так и в сторону минус. Да. Ну и, например, в отношении игнорирования, да, тоже. То есть, ну, скажем, например, в ситуации, когда люди жили с большим количеством пограничных, чем вместе, то нормой является то, что если человек, соответственно, просто ни с кем не разговаривает, а сидит там, смотрит в стенку, например, то это жесткий такой демарш. То есть, нужно с этим человеком срочно что-то сделать. Он этим что-то пытается сообщить. В другой семье, так скажем, в семье аутистов, наоборот, если кто-то пристает, с этим что-то не в порядке. Это демарш, это не годится. А вот если все сидят, устаившись в одну стенку или в разные стенки, это нормально. Это вполне хорошо. Вот. То есть, в этом отношении мы все привыкли к разной среде. И эту среду пытаемся повторить и организовать. И в отношениях друг с другом пытаемся, все время натыкаемся на эти сложности. Что является вот обычным в той среде социальной, которую я привык воспроизводить, и что является для другого совершенно неподходящим каким-то знаком, символом. И приходится долго объяснять, что в этом ничего нет, никакого содержания. Вот. Ну и, соответственно, возникают вот эти самые конфликты, которые уже приходится разрешать, ну, на таком межличностном уровне. Можно вам спросить? Да, пожалуйста. Меня зовут Саша. А для чего тогда нужно вообще воспитание как таковое? Ага. Ну, воспитание – это так же, как и образование. Это попытка приспособить человека к прошлому. То есть, к тому, чего уже никогда не будет. Ну, как учебники, они написаны про прошлые какие-то события, про прошлые ситуации, которых уже сейчас нет. Так и воспитание. Фактически мы все время воспитываем человека, вот, ориентируясь на прошлое, на то, чего нет, никогда не будет. В общем, это нужно, потому что, ну, нужно тренировать как-то все-таки вот эту, ну, как сказать, способность воспитываться. Я просто столкнулся с таким вопросом, что вот меня пытались воспитывать дедушка, бабушка, там, родители, там, что-то из меня лепили, делали. Но я в итоге все равно стал абсолютно другим, не тем, кем они хотели меня видеть. И сейчас я столкнулся с тем, что вот пытаюсь что-то делать из своего сына. Но понимаю, что у меня ничего не получается. Я это создаю, и мне кажется, что, может быть, не стоит ничего делать. То есть, все идет как идет. А это вот воспитание так же, как и образование. В общем, еще раз, это просто тренировка. Ну, точно так же, как, например, когда там штангу поднимают, то ведь задачей не является переместить этот груз на такую высоту. То есть, задачей является просто тренировка. Вот так и с воспитанием. То есть, ну, не знаю, ну, как бы несколько лет назад, я уж не помню, что-то мы рассчитывали с приятелем. Вот. И пытались там подсчитать так, так, так. Потом записали, и с удивлением смотрим на эту формулу. Она относится к этой самой, к алгебре. Ну, какая-то формула простейшая из алгебры, но ни он, ни я не помню уже, что с этим делать. Помним, что это было когда-то. А так вот за всю мою жизнь, до этого момента, мне это ни разу не пригодилось. Это нужно было просто потренировать мозг. Я уж не говорю, что... Я не знаю, может быть, я не прав, но вот этим самым воспитанием, вот, я возненавидел одних своих дедушек и бабушек, я ненавижу своих родителей. Я сейчас боюсь, чтобы мой ребенок меня в итоге возненавидел. Ну, это тоже есть, потому что безразлично относиться сложнее. Поэтому любить, ненавидеть, это проще, чем безразлично относиться. Вот. А для того, чтобы безразлично относиться, ну, нужно как-то все-таки в буддисты поддаваться. Я боюсь. Ну ладно. Мне кажется, что еще есть такую штуку, что для того, чтобы что-то с собой сделать, надо что-то отвергнуть. Для того, чтобы сказать, что ты таков, вот какой ты есть. надо сначала сделать еще одну часть работы, сказать, что то, что мне пытались вложить в мозг или сделать, мне не подходит. И это тогда получается, что то, что они пытались с тобой сделать, тоже очень важная вещь. Иначе ты не смог бы стать собой, не отвергнуть то, что тебе не подходит. Но в любом случае речь идет все равно о некоторой границе контакта и о конфликте, который там возникает. То есть когда один человек что-то хочет от другого, ну вообще-то он часть этой самой окружающей среды все равно. И в этом смысле эта окружающая среда предъявляет ко мне какие-то требования. Ну приблизительно как-то прилетел комар, начинает меня кусать. Это некоторый вызов окружающей среды. Ну и я могу, конечно, отнестись к нему спокойно. Ну покусает и улетит. А могу, значит, как-то прибить, чтобы неполадно было. А могу прибить очень эмоционально, с такой силой, чтобы хватило, чтобы всех комаров вокруг. И не себя травмировать. Себя, да. То есть по-разному. Но тем не менее то, что происходит на границе контакта, потом дальше развивается вот в этот самый драматический цикл контакта, в котором сначала у нас есть преконтакт. То есть я вообще определяю, что это такое. Ну, как, например, одна уважаемая лектор-профессор, которая имеет исключительное значение для гештальтерапии, блюма-вольфмана-зигарник, поскольку ее эффект является таким важным для гештальтерапии. Вот она как-то стояла в аудитории в университете на верхнем этаже у нас. И, значит, на дни протек потолок, когда она читала лекцию. Из потолка стали капать капли. Вот. Она читала лекцию. До той поры вот она не обращала на это внимания, пока капля у нее не скатилась с носа и не упала вот на книжку, на тетрадку, которая передлежала. И она, значит, посмотрела, облегченно говорит, ух, а я думаю, вот какая странная синестопатия вообще. Вот. То есть есть преконтакт. Есть какое-то время, когда мы вообще еще не понимаем, что такое, собственно, случилось, да? Вот. То есть когда пытаемся разобраться в ситуации, но эта ситуация может быть очень большой, ну, то есть такой вот драматической, когда там, ну, я не знаю, вот, друг у меня попал в аварию, у него оторвало, значит, колесо от машины. Вот. А он, ну, вышел, что как, может, дальше можно ехать. Да куда ж ехать, когда у него снесло половину переда. Вот пол капота снесено было. Вот. А, соответственно, может быть такая совершенно не драматическая, это когда там в Азовское море ночью, если влезаешь, то и стоишь на месте, то там, значит, начинают какие-то штучки. Как это? Кусаться. Мальки. Вот то ли мальки, я не понимаю. Ну, в общем, там стоять в этом смысле не очень удобно, потому что оно светится, конечно, ну, и там что-то такое, типа комаров кусается. Вот. Ну, и сначала не понимаешь, что это такое под водой, так комаров вроде не может быть, а потом уже, значит, сориентируешься, что это действительно живые существа, что это не галлюцинации какие-то. Вот. Ну, потому что это приходится все время тоже разбирать. То есть, как бы вот этот порог восприятия, порог ясного восприятия, порог тестирования реальности, как называют, да, то есть проверка, а что это на самом деле, есть или нету. Ну, как проверка реальности, вот лекцию я читаю, а вы на самом деле есть или вас нету, да? Нет, вроде так посмотрел, как-то реально вопросы задаю, значит, есть, все нормально. Вот. То есть это некоторый тоже такой постоянный процесс тестирования реальности, проверки. Вот. Если он нарушается, то, соответственно, начинает нарастать и вмешаться между собой вот эти воображаемые всякие вещи и реальные. Вот. Ну, и то, что касается границ контакта, задача тогда для психолога, частно практикующего, работающего с клиентом, это не очень спешить. Ну, с тем, чтобы на этой границе контакта все-таки что-то начало происходить. И тогда по тому, что происходит на границе контакта, можно понять, какая потребность за этим стоит. И дальше попробовать проверить, это ли потребность, попробовать что-то с ней поэкспериментировать, побольше узнать. Потом, по мере того, как развивается ваш контакт, ну, так же меняется и сама потребность. От более поверхностной. В общем, там можно перейти к более глубокой и так далее, и так далее. То есть это все некоторая такая постепенная деятельность. А вот это, мне кажется, самое место. Да. Давай, вот. Вот, потом получится, что мы не вместе, а последующие. Да. Ну вот, и ладно бы было бы, вот эти сложности, о которых там Данил говорил, ладно бы они были только со средой. И было бы, в общем, ничего. Вот, и вся сложность в том, что они и внутри нас еще есть. Мы когда вот там осуществляем какое-то взаимодействие не только с внешним я, но и с внутренним я, мы тоже испытываем массу сложностей, да, и проходим там определенные этапы, и о которых вот хотелось сказать, потому что, по предположению там тренерской команды, вы, в общем, смело вступили для прохождения этих этапов. Говорить мы будем о том, что там неврозы называются уровнями невроза, оставшиеся во время лета. Под неврозом в рамках там Гештайн-подхода принимается иная вещь, чем в традиционной медицине, да. Это совсем не то, от чего человека надо лечить, это не то, от чего нужно его там избавлять, а это некий, опять же, приспособительный механизм адаптационный, да, который сформировался для того, чтобы, ну, мы вот выросли, там, не погибли, сохранили свою психику, но все дело в том, что вот для того, чтобы вырасти, мы приобрели, ну, такой специальный, как бы, бэкграунд. И тогда мы с вами говорим о первом уровне невроза, который мешает нам двигаться в собственной самости, это уровень клише, или ролей, или массов. И это те установки, вот те представления, которые мы в себя впитали в результате, там, воспитания и образования, да, которые предписывают нам, как правильно, адекватно, ну, и вообще, чтобы вот люди у нас на улице, там, не пугались, существовать в некой, там, социальной среде. Этот уровень хорошо описан, там, уберно, да, уровень игры и роли. Вот, и человек, находясь на этом уровне, он строит, скорее, там, свои отношения с другими, не потому, что он так хочет, или потому, что он так чувствует, потому, что его так научили, вот, что, ну, там, он хорошо был послушным ребёнком, девочкам, мальчикам, вот, и он научился как-то себя вести в какие-то специальности. Вот, мне вот это пишут, что это в использовании не нужно уходить, а не вонючить, это вот сама. Угу. Это просто. Да. А тут солнце всплыло. Ну, и свадать. Ну, вот. Когда человеку вдруг он оказывается в какой-то ситуации, ну, например, там, в терапевтической группе, и получает, обнаруживает, что те механизмы, которыми он пользовался, механизмы привычных взаимодействий, ну, теми, которыми он научился взаимодействовать со своими, там, близкими, или на работе, или в каких-то других, там, атмосферах и средах, вдруг эти механизмы не работают. Вот те роли, те липлеше, или те, там, поведенческие паттерны, ещё, наверное, прошло, скажем, которыми он привык взаимодействовать, они не срабатывают. Вот маме, там, плачешь, рыдаешь, она даёт тебе чего хочешь. Вот там, человеку, женщине в группе постарше, плачешь, рыдаешь, а она не даёт тебе чего хочешь. Получается, что те механизмы, которыми человек там пользовался, они не срабатывают. И таким образом человек оказывается на следующем уровне переживания. Он, значит, понимает, что то, чем он пользовался, не работает. Что с ним происходит? Он начинает тревожиться. У него появляется беспокойство. Он оказывается на другом уровне, который, например, называется фобический. Ну, или тревожный. И в этом месте человек испытывает очень много напряжения. Да, потому что, ну, там, как у Ленина было написано, это практически революционная ситуация. Верхи не могут, из-за них хотят. Он испытывает какое-то напряжение и понимает, что сейчас адекватных способов взаимодействовать у него нет. И если он предпринимает какое-то усилие и из-за этого напряжения, из-за этой тревоги не выскакивает, не пытается вновь и вновь, например, там, в других средах воспроизводить свои привычные паттерны, он спускается ещё на один уровень переживания, который называется уровнем тупика. Это сложное переживание, в котором чувства достаточно недифференцированы. Здесь много смятения, неясности, ощущения потерянности. Некоторые эти ощущения, вполне, в общем, если так сильно человека в этом месте удерживать и пытаться фокусировать, его переживания будут на переживании такой приближающейся смерти. В общем, это маленькая такая психическая смерть, потому что мы лишили возможности, пользоваться теми ресурсами, которые он не выводит. И если опять человеку удалось, собственно, терапия делает и в группе, и терапевт принимает определённые усилия для того, чтобы человек никуда не вырвался из этого смятения, позволил себе встречаться с какой-то неопределённостью, неяснить. Вот вчера там в группе, с которой у Максима работали, люди там говорили о том, что я чувствую напряжение, я плачу, я даже пока не могу сформулировать, о чём эти там мои ощущения, о чём эти мои слезы. И именно вот это и есть это самое. И если человеку удалось, ну, в первый раз, ну, как удалось, на этом уровне содержаться, да, вот в этом тупике остаться, то он оказывается ещё глубже. Он оказывается на стадии, так называемого, внутреннего уровня. Вдруг он встречается с ощущением какой-то такой внутренней имплозии, какого-то ощущения. Это не слышно, можно чуть-чуть поправить? Он оказывается на уровне внутреннего взрыва, имплозивный он называется. Когда он чувствует появление энергии и сил, здесь становится чуть больше. Но пока ещё не очень понятен вектор этих сил. Напряжение возраста. И это довольно тоже сложно, потому что чем ниже, тем сложнее он. Это довольно сложное состояние, в котором энергии много, а понимания и осознавания, чего вы хотите, вот куда этот вектор направлен, ещё мало. Ну, вот теперь так вот, если представляете, достаточно, чтобы вы учите. И если человеку опять удается, самому, или с помощью терапевта, из этого места не вырваться, он оказывается на стадии следующего взрыва, эксплозивный, когда вот этим переживаниям удается наконец-то прорваться наружу, через вот этот тупик. И человек обнаруживает за этим свою потребность, своё собственное желание. Вот этот прорыв, он там уперлся от искуски четырёх видов, да, там, если там, ну, не знаю, он там может быть оргазм, или страх, или не, вот это, в зависимости от того, какой там, какой конфликт, вот это там был подарок. А дальше ещё есть одна сложность. И, ладно бы, вот эти уровни невроза, нам бы приходилось, ну, пройти один раз в жизни. Дальше стать, значит, зрелой личностью, да, стать зрелой личностью, и дальше уже всё время понимать, как вот существ, как я там вот, как я могу сейчас обнаружить, но нет. Ну, там, мне кажется, психика нища для нас простых путей. И мы поэтому с этим, с этим переживанием и прохождением вот этих уровней мы встречаемся постоянно. И как только нам удалось разрешить какую-то одну свою, такую невротическую задачу, мы обнаружили, да, чего же мы хотим на самом деле. Чего мы, вот, ну, пить хотим, или, не знаю, или пушить. Да, и вот, и каждый раз нам приходится вновь и вновь проделывать там определенные работы для того, чтобы обнаруживать детский патруль. Вот, я так, значит, разволновалась и быстро всё выкупировала. Ну вот. Хорошо. Как ты предупреждал. Да. А можно вопрос задать? Вот все вот эти стадии, они такие же вот как-то долгие и трудные, или дальше это как-то, ну, проходит менее травматично для психики? Вот как-то ты один раз это пережил, а дальше это уже, в общем-то... Ну, одного раза, наверное, нет. Ну, или там, два или три, или это как раз? Ну, я думаю, что постепенно, ну, слава Богу, в общем, мы обучаемые, надеюсь, что мы не видим наших воспитательных, родителей. Ну, слава Богу, что когда мы повторяем одни и те же действия, даже если это психический процесс, несколько раз, я не думаю, что это стадии проходит легче, просто прохождение этого просто встает быть связано у нас с новизной. Да, я думаю, что мы, скорее, там научаемся, да, понимаем, что ли, как-то, есть какая-то циклонезность, ну, знаешь, как-то, это на остров вещах все, просто что-то объяснять, мы когда-то впервые там встречаемся с опытом смерти, да, то мы одним способом переживаем, а когда, ну, человек живет, и он там много уже ведет своей жизни в хране, это не значит, что он не горит, не значит, что ему не больно. Ну, да, это уже другое переживание. Но он уже, к сожалению, ну, или к счастью, к сожалению, к счастью одновременно научился, получил некий навык психического, вот, такого обхождения с этой душевной боли и с этой спатью. Я не думаю, что это становится намного легче, я думаю, что это становится чуть-чуть лучше. Спасибо. У нас еще еще 3 минуты, мы должны что-то еще спросить. Ну, я могу еще одну справку сказать, относящуюся к тому, что перед этим Фридс Перлс понимал под неврозом, потому что понятие невроза, которое вот было введено в психоанализе, подразумевает, как раз понятие неосознаваемого конфликта. То есть, то, что у нас одна сторона конфликта понятна, и по ее поводу, собственно, вот идет обсуждение, а вторая сторона конфликта находится бессознательно. То есть, и в общем задачей, как раз психоаналитической работы, вот первоначально, той, которой занимался Фридс Перл, собственно, ну, много лет, 25 лет, было именно выявление вот этой второй стороны конфликта невротической. То есть, с тем, чтобы обнаружить, а что, собственно, вот другая сторона, между чем и чем напряжение. И это, оказывается, как раз достаточно такой сложной работы. Одно за другое тянет. А здесь многослойные, да-да-да. Одно, другое, третье. Вот. И здесь тоже, тогда еще, раз уж этот конструкт, которым тоже пользовался Фридс Перл, который вы должны знать, но обычно про него все время как-то забывают, потому что наверняка где-то проходили по поводу бессознательного, да, что есть на самом деле сознание, как некоторый процесс переработки окружающего, которому подвергается далеко не все. Есть неосознанное, то, что не подвергнуто вот этому процессу осознавания, а есть бессознательное. И бессознательное, оно отличается от неосознанного, потому что бессознательное это то, что попыталось пробраться в сознание, но было из сознания вытолкнуто. убрано. То есть, в этом отличие бессознательного от неосознанного. То есть, бессознательное заполнено некоторыми вот этими образами. В фильме «Головоломка» так про это красиво сделано. Да? Да. Там есть такое место, называется «Бессознательное». И там персонажи, которые, ну там вот страшный, страшный веселый клоун, он говорит, мы сосланы. Ага. А с этим вообще бороться как-то можно, нет? Бессознательно? Я вот, допустим, бывает, гневуешь на кого-то, я понимаю, что глухость там, да, вот раскладывают для себя вот там по пунктам, что вот так, вот так вот надо, но все равно вот. Неосознанно. Извиняюсь за выражение, говно кипит. Что с этим делать? Ага. Ну, я бы сказал, что это уже небесознанно. Да, это неосознанно, скорее всего. Неосознанно? Конфликт, что с несознательным остается в этом моменте, если он нестанет. Это неосознанно. На самом деле, надо смотреть. Но в любом случае, если у нас есть какой-то в данный момент вот этот вот горячее говно, то его лучше сначала куда-то слить, потом разбирать. Мне остудить. Остудить. Это равно со льдом. Да, как бы, как сказать. Ну, это то, с чем все время тоже приходится встречаться в психотерапии и по поводу чего, ну, скажем, начал человек рассказывать какую-то историю и неожиданно встретился с прежним афектом. Ну, соответственно, возникли слезы. Ну, и хорошо. Слезы – это один из самых таких безопасных способов разрядки. Они не имеют особой ценности. Они ценные, но приблизительно точно так же, как там пописать сходить. Ну, потому что... Ну, это фидеологически, а эмоционально. Да, по порту глазоценили. Да, Важно, что это некоторая возможность разрядить вот этот невозможный уровень для контакта до того, чтобы он опустился до такого уже вполне возможно вот к обсуждению. И в этом смысле то, что касается некоторых элементов разрядки, они обязательно включены, и это хорошо. для нас же ценностью является не то, что разрядить какое-то напряжение, да, там, взять и там его просто слить. Ну, это тогда такое отреагирование, оно терапевтической ценности имеет не очень много. Ну, то есть, знаете, там, просто там, давайте там, вырази свою злость, там, или там, разбей что-нибудь. Если мы не делаем какую-то работу на после того, какую-то работу, чтобы там понять, зачем мы делаем это, то есть, оно, то есть, разрядка аффекта не имеет никакого ценности. Вот это понимание, там, здорово, когда там, ну, Саша спросил, здорово, когда злишься, да, там, здорово, когда, ну, надо там тоже проделывать некую работу, когда позлилась, ну, вообще, там, почему злилась, что там, врубился, почему так, например, интенсив, иначе смысла никакого нет. Просто вот реагирование никакой там хорошее занятие. Тоже помогает. Тоже, да. Да. Хорошо. Тогда спасибо за внимание. Спасибо вам.